Волонтером года Но я уверен, что этой статуэтке достоин каждый волонтер Присутствующий здесь или сейчас помогающий кому-то в другом конце страны Ведь все, что мы делаем, это ценно и важно Антон правильно сказал Этой статуэтке достоин каждый из вас Здравствуйте, дорогие друзья Это программа «Смотрите, кто пришел» И герой этого ролика сегодня у нас в гостях Я с удовольствием представляю Антона Коротченко Который является врачом, нейрохирургом первой городской больницы И победителем конкурса «Волонтеры России» 2018 года Антон, я посмотрел большое количество фотографий Прочитал материалы Тебе, узнаю, исполнилось 25 лет Совсем буквально недавно 25 лет И уже можно говорить совершенно уверенно О, по крайней мере, мне так показалось О совершенно головокружительной карьере Ты считаешь себя везунчиком? Нет Я не считаю себя везунчиком Я считаю, что Наоборот даже, скажем так Я учился в университете Всегда доставались плохие билеты Всегда так было И я действительно не считаю себя везунчиком Я просто люблю работать Я люблю команду свою Я люблю работать И прививаю любовь к работе Всем людям, которые работают вместе со мной То есть фатум, то бишь судьба Никакого отношения тут не имела Только-только К твоему вот такой вот К сложившемуся ныне положению вещей Только упорный труд И не более того, да? И команда И команда Конечно Скажи, пожалуйста Вот так уж повелось, да, у нас Уже на протяжении достаточно Продолжительного времени Что врачи и педагоги Медицина и образование Это две Я бы сказал, такие болевые точки Правильно? Ну, вот как-то всегда Если какие-то Кризисные ситуации То первыми принимают их на себя И учителя И врачи Зарплаты далеко не зашкаливают Никакие там Поднебесные цифры Не в состоянии просто припомнить И почему все-таки У тебя вот так вот получилось Что ты выбрал именно эту стезю? Медицину выбрал я чисто случайно Я всю жизнь хотел быть ветеринаром И в последний момент Когда я ехал подавать документы Я просто не знаю, что мне приклинило Просто по щелчку Я говорю, нет Животные будут моим хобби Моей любовью А медицина Это то, чем я теперь хочу заниматься И об этом выборе Я ни капли не жалею Я сейчас безумно люблю медицину Это для меня основное в жизни Помимо этого хобби волонтерства И свободного времени И я получаю Настоящее удовольствие от медицины Поэтому я ни капли не жалею А в связи с чем ты хотел стать ветеринаром? Я очень люблю животных У меня всегда было дома много животных И очень много из них появлялись В квартире без разрешения И ведомо родителей Ну все-таки Ладно, хорошо Это что касается профессии ветеринара А что касается профессии врача То полно-полно случаев Когда человек идет в эту профессию Становится врачом Потому что у него Он увидел Он увидел людскую боль Он увидел людские страдания Кто-то из его родственников Болел Он не мог ему помочь Или, по крайней мере Это передается с генами У тебя нет такого Не было? Нет, у меня нету никого в семье врачей И к счастью Не было случаев Которые подвигли бы меня в семье Пойти в медицину То есть Ну вот А и вот ты говоришь Что судьба не прикладывала никаких усилий А это что, не судьба? Вот так вот раз И по щелчку Дело случая Дело вот Вот О чем я и говорю Фатум Все равно случай А потом Как развивались события далее? Ты поехал поступать в Смоленск Ну, как складывалась учеба И помимо того, что у тебя самые сложные билеты доставались? Первые, наверное, две-три недели Были очень сложными в Смоленске Потому что я привык к своему городу Привык к друзьям Я приезжаю в абсолютно чужой город В окружении абсолютно чужих людей Ни одного знакомого человека нету Это всегда тяжело для любого человека Вот Но Мне повезло Я стал членом статус совета На тот момент еще И в этой организации студенческой Были потрясающие люди С которыми я общаюсь до сих пор Это старший курс тогда были И шестые, и пятые Мы продолжаем с ребятами до сих пор общаться И благодаря этим людям я как-то очень быстро И безболезненно Относительно влился в студенческое общество И в учебу Они подсказывали где-то что-то Какие-то, знаете, тонкости Лайфхаки, так скажем Вот И, в принципе, адаптация в университете У меня прошла более-менее безболезненно А потом Шесть лет учебы Вот Буквально недавно с ребятами разговаривали Как вчера это было Как вчера я пришел в актовый зал Главного учебного корпуса Ректор, деканы И пролетели сначала шесть лет Потом еще два года ординатуры Как одно мгновение Вот Но это было очень сложно Но это было так же интересно Это всегда хорошо Это говорит всегда И о качестве образования И о том, что было чем заняться Когда вот так вот на одном дыхании пролетает Что бы то ни было А когда пришла идея Стать волонтером Знаете В школе занимался еще волонтерством Но тогда этого так не называли Мы ездили с одноклассниками С учителями В детские дома Мы проводили уже в школе тогда Акции, посвященные Всемирному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией Тогда это не называлось волонтерством Это была просто общественная работа Нам было интересно Чем заняться чем-то Кроме занятий в школе А в университете Как таковым Вот прям волонтером-медики Я стал заниматься С 2016 года До этого времени Я был в студенческом совете Просто членом студенческого совета Потом председателем студенческого совета Председателем объема совета обучающихся И в конце 2015 года Я познакомился с волонтером-медиками Их тогда было всего 10 регионов Это был первый съезд Всероссийский, так скажем Этой организации Еще тогда общественного объединения Волонтеры-медики В Москве на форуме сообщества Это было Познакомился с ребятами И они предложили войти в команду И вот собственно В феврале 2016 года Официально мы объявили Об открытии Смоленского Оригинального отделения Волонтеры-медики И вот с того момента Волонтеры-медики в моей жизни Это красная нить Ну а ты говоришь Не головокружительная карьера Конечно головокружительная 2016 год Это вообще совсем рядом И за три года Такой успех И в 2018 год Тебе президент Вручает награду И вообще Награды можно перечислять Там несколько наград Не только награда Добровольца России Но и ряд других Почетные грамоты Там и так далее Там и подобное И когда я смотрю На перечень наград И когда я смотрю На перечень форумов В которых ты принимал участие И я листаю твои фотографии В инстаграме Будь то Ну вот я Я задаю себе один вопрос Но ведь Антон Коротченко Он же работает нейрохирургом Когда у него вообще На это остается время Нейрохирург Это У меня вообще в голове не укладывается Это нужно вам всю жизнь Отдавать вообще этому А у тебя Вот мы сейчас даже записываем программу И записываем ее И ты сейчас сразу После нее отправляешься На подготовку к форуму очередному Да Вот И мало того Форум-то проходит Не всегда рядышком Поблизости Да Ты ездишь по всей России Ну работаю нейрохирургами Только с сентября этого года До этого я учился Поэтому Ну Как удается хотя бы Как ты почувствовал себя На протяжении этих месяцев Хотя бы трех Как можно совмещать Сложно Но я в своей тарелке Я не могу сидеть дома Для меня Один день дома Просто сидеть там Либо лежать на диване Это пытка Я лезу на стены Не нужно что-то делать Понятно, что постоянно движение Постоянная беготня Но Я к этому привык И мне это нравится Согласитесь Если человеку что-то не нравится Он этого не делает Ну понятно Нет, бывает такое Очень часто Когда человеку не нравится Он это делает Ну Не говорит тогда О добровольце О добровольчестве В этом случае Да, конечно То есть Подготовка к форумам Это Скажем так Последствия И Детища волонтерства Для меня Потому что это все Мои друзья Это все Мои коллеги Это Форумы Это же не просто Развлечение какое-то Это Необходимо Для продумывания Чего-то глобального Конечно Конечно Безусловно А совмещать Можно всегда И все Если есть желание Почему нет Если правильно Выстроить День свой Наверное да Тайм менеджмент Наверное да А идея Твоего проекта Здоровое село Когда она пришла тебе в голову Вообще Расскажи Несколько слов Об этом проекте Это гордость И моя И моей команды Смоленской Ребят Проект долго Мы О проекте долго не говорили Потому что Не было целью Там Заявить громко о нем Да Это была Цель проекта Была просто Помочь тем людям В деревнях В селах Где Действительно нету Медицинской помощи Либо ее качество низкое Либо просто отсутствует По разным причинам Либо Некому работать Либо Далеко ехать Либо человек просто не может Дойти до Фельдшерского Кушерского пункта Мы для себя Поставили задачу Что Мы можем помочь Вот как Чисто Меня интересует Чисто технически Как это происходит Потому что я слышал Нечто подобное Да Был такой В свое время Назывался он Что-то типа Медицинский поезд Поезд здоровья Поезд здоровья Да Вот Ехал он по нашим городам И весьма По маленьким городкам России И туда стекались люди Для диспансеризации Прохождения Да Там Забора крови И так далее Такие вот небольшие В чем отличие Тут Давайте Вот сейчас глобально Да Мы по всей России Выезжаем И Бывали случаи Что наши коллеги Наши ребята Это волонтеры Вылетали на вертолетах Они выезжали на вездеходах На паромах На катерах Добирались Вот У нас задача Помочь Максимально Большому количеству Людей В самых отдаленных Вселенных пунктах Туда куда Не всегда Можно доехать поезд Ездят только волонтеры И волонтеры И врачи выезжают И врачи тоже Да На безвозмездной основе Все Были ли случаи Когда Ваше Своевременное Вмешательство Спасало кому-то жизнь В практике Наших вызов Моей команды Один раз Такой был По России Знаю что Несколько случаев Таких были Действительно То есть Не всегда люди В сельской местности Знают на что Обращать внимание Они не знают Симптомов Они не знают Способов профилактики Это не их вина Это Отчасти их вина Да Так скажем Либо просто Они не знают Где брать эту информацию Либо эту информацию Никто не дает Мы стараемся Помимо диагностики Проводить еще Профилактическую работу Сандартную профилактическую работу Мы рассказываем население О способах профилактики Тех или иных заболеваний Заболеваний Да И работаем с молодежью С молодежью Это допустим Профилактика ВИЧ-инфекции Либо обучаем население Методом сердечно-легочной реанимации Техники Если говорить о совсем маленьких детках То это элементарная гигиена Полости рта Был у нас случай Когда к нам подходит молодой мужчина Говорит 30 лет я чищу зубы Что вы мне хотите сказать Что я неправильно это делаю Все 30 лет Да Стоматолог Именно неправильно Показывает Как делать Я 30 лет неправильно чищу зубы Так и есть И так подавляющее Большинство людей Между прочим То есть Казалось бы мелочи Но это настолько важные мелочи Для здоровья человека Плюс к этому всему Это диагностика Рекомендации Какие-то И Также мы Если это требуется Помогаем в каком-то Косметическом ремонте Фельдшерско-акушерских пунктов Понятно Антон Вы смотри Есть такая тоже Добровольческая организация Совершенно Лиза Агерт Это встречался с ее руководителями Беседовали мы Но они Выполняют Взяли на себя функции Что-то типа Скорой помощи Моментально По звонку Что называется Розыск людей Пропавших Вот у вас Есть ли какой-то Определенный график По которому вы выезжаете Можете ли вы Оперативно Откликнуться На какую-то Вот если вот такой вопрос Станет Не приведи Господь Да Ну вот Так сказать Из какого-то глухого района Где куда Где нету даже Фельдшера Поблизости Да Вот вдруг Приходит сигнал Бедствия Вы можете Оперативно на это Откликнуться Я думаю Что на следующий день Выехать не получится Но По крайней мере В графике На ближайшее время Я думаю Что это Вполне реально Поставить Потому что Зависит от многих факторов Это и административные Некоторые моменты Где нужно будет договориться Да Место Хотя бы место Где проводить прием Количество жителей Чтобы их оповестить То есть Это все Такие бюрократические И чисто технические моменты Да Они сейчас уже Не так сложно Даются нам Как раньше Но все равно От них никуда не деться Скажи пожалуйста Именно за этот проект Да За проект Здоровое село Ты Стал победителем Был достоин Вот этого звания Победитель конкурса Добровольцы России Или волонтера России Как угодно 2018 год Именно за него Да Как происходил отбор Как ты об этом узнал Ведь там Я смотрел на этот зал И сейчас мы увидели это На ролике Там Десятки тысяч людей Вот И На основании Как Как вот вообще Это выборное что-то Просто Да Конкурс состоит Из нескольких этапов На тот момент Стоит В этом году Есть изменения Но немного Не критично Так скажем Добавить Некоторые номинации Есть Региональный этап Где на уровне региона Проводится отбор И лучшие Региональные практики Отправляются уже На федеральный уровень Там есть Этапы народного голосования Экспертной оценки Вот Это все Вэтапно проходится И вот Так получилось Что Ну а Номинации Волонтер года не было То есть Отдельная номинация Она Не стояла В графе Каково это Стоять Перед такой Огромной Толпой Единомышленников На сцене Под Светом Юпитеров Объявляют Рядом с тобой Президент России Каково это Вообще Представить Себе трудно Страшно Это Это страшно День Ночь Я не мог Пройти в себя Потому что Естественно Я не спал Мы ехали Обратно в Смоленск Потом приехал И все это В голове эмоции Адреналин Энергия Тысячная Аудитория Зала Вот Нужно было Переосмыслить И вот Наверное Только через сутки Я понял Что произошло И тогда Я думаю Ого Ого Да Вот Коли Такой Можно сказать Что это Старт Все равно Я считаю Что это Старт У тебя все Впереди И полным Полно Случаев Можно Привести В пример Когда люди Так Классно Так плотно Удачно Стартанув Они не остаются На На вот этом самом месте Я тебе сейчас Задаю Несколько Я бы сказал Провокационный вопрос Ты вообще Собираешься Ты воспринимаешь Свою работу В первой Брянской Городской больнице Как нечто Уже Устояв Ты собираешься Здесь оставаться Или ты Себя Благодаря Вот этому Вот Конкурсу Почувствовал Что ты Птица Высокого полета И Нет Ну как Вот Что Что в ближайших планах На будущее Сложно сказать По крайней мере Сейчас я Работаю в больнице Мне это нравится Я также Занимаюсь Волонтерством И в команде Молодежной политики Это мне тоже нравится Сейчас Слава богу Мне это Удаётся Совмещать В той или иной Степени Где-то больше Где-то меньше Да И я Надеюсь Что По крайней мере В ближайшее время Так и останется Представляю себе График Расписание Твоего Дня Рабочего Тем более Что отдыхать Ты не любишь Но тем не менее Чтобы наши Телезрители Представили Какую-то Представили Антона Коротченко Как нормального Человека Реального Из реальной жизни Который Живёт среди них У тебя есть Какое-нибудь Хобби Ты читаешь Какие-нибудь Книги Ты сходишь в кино Ты встречаешься С кем-то Да Я читаю книги Я люблю кино Я часто встречаюсь С друзьями И Слава Богу Большинство моих друзей Это также добровольцы Среды добровольства Кто-то Был в этой среде Мы познакомились И стали друзьями Кого-то я притянул За собой Вот Также люблю Очень путешествовать И Ну я видел фотографию Ты был в таких местах Проще доехать Наверное До какой-нибудь Заграницы Чем-то До того же Сахалина Это все работа была Это была именно работа Да Это по работе командировки И что вы делали на Сахалине Проводили региональный форум Волонтеров-медиков На Сахалине Как по-твоему Что Если бы вот положить На чашку весов Да Вот Выезды в какие-то Конкретные места То есть В рамках проекта Здоровое село Либо Проведение форумов Где в общем-то Все Ну так вот Мне как стороннему наблюдателю Кажется Что все упирается в заседание Ну хорошо Обмен мнениями Ну хорошо Поделились опытом Да Кто-то что-то рассказал Или практика То есть здесь На одной из чашки весов Будет теория Теоретические Какие-то Форумы Съезды и т.д На другой чашке весов Будут выезды Задавали на такой вопрос Много раз Не люблю это сравнение Почему Потому что без одного Не может быть другого Проект Здоровое село Мы его реализовывали Только в Смоленской области Потом мы Когда чуть-чуть Поднаторели Чуть-чуть Обросли оборудованием Опытом Мы начали выезжать Еще в Калужскую И Брянскую области То есть У нас было три области Если бы не форум Если бы не общение С моими коллегами Это бы проект Не стал всероссийским О нем бы не узнал Правительство Российской Федерации О нем бы не узнал Минздрав Нас бы так не поддержали И сейчас бы У нас не получилось бы Оказать Такой Огромный объем помощи Населению России То есть Форумы Часто Сейчас для меня Это обмен Опытом Обмен Знаниями И Получение каких-то Новых навыков Не просто Встреча с друзьями Это очень важно Для меня Тем более По всей России По всей стране Разбросаны ребята Но Это первые два часа Там веселье Радость Обнимание Как дела Что нового Ну конечно А остальное Все время Это действительно Работа Это Проработка стратегии Это Какие-то глобальные Такие цели Мысли И задачи Продумываются Чтобы Наша работа Общая Стала Еще более Эффективной И Прикладной Ну то есть Будет я думаю Правомерно Назвать это Как базис Надстройка Да Вот эти вот Форумы съезда И надстройка Это уже Практическая Какая-то работа Одно без другого Просто не может Существовать Хорошо Хотя Работаешь ты Всего Навсего Считанные месяцы В нашей городской больнице Скажи мне Есть ли трудности С которыми Достолкнулся Если Знаешь Когда обычно Вот о каких-нибудь Комедиях Смотришь Приходит к больному И так Раз И книгу Достает Проходили Где мы Тетрадку Какой-нибудь Конспект Что-нибудь Такое У нас Не так много Удачно Каких-то Хорош Таких Классных Фильмов Про врачей Хотя есть Безусловно Есть старый Совсем Мой любимый Фильм Коллеги Просто рекомендую Тебе посмотреть Если ты его не видел Там совсем молодые Играют Ливанов В последствии Шерлок Холмс О том Как именно В глухую тайгу Вот его направляют Одного на корабль А другого В глухую тайгу И как они встречаются Потом Спустя некоторое время Но это тебе Должно быть близко Ну вот Все-таки Как Как складываются Твои отношения С больными Как складываются Твои отношения С коллективом Не почувствовали Какой-нибудь Зависти Почему бы и нет И Ну в общем Как Как вот это вот Все На На общем фоне Твоих Предыдущих Таких громких Успехов Основной страх Переезжать В Брянск Был как раз Из-за Перехода работы В больницу В новый коллектив Несмотря на то Что Там волонтер Я очень много С людьми общаюсь Они всегда Скажем так Не быстро Подпускают к себе Людей Ну это Особенности характера Вот Оно Приняли меня Достаточно хорошо И благодарен Очень своим коллегам Почему? Потому что Любой вопрос Любая сложность Абсолютно каждому Можно подойти Обратиться Все помогут Не будут смотреть Как над рука Скажут Так тебе Вот здесь Вот здесь Это нужно сделать С первого раза Не получилось Давай еще раз То есть Здесь нет такого Что Маленький Молодой Уходи То есть Мы тебя не примем Нет Наоборот Здесь все Очень тепло И по-дружески А что касается Успехов моих То я не привык Приходить Куда-то В какое-то место И говорить А я волонтер Годов Ну понятное дело Извини Я тут слава бежала Наверняка Среди тебя Тут уже трудно Трудно было Такое шило Утаить В мешке Я в добровольчестве Отличился Коллеги Профессионалы Настоящие По нейрохирургии Здесь Да И делают Невероятные Ищи Невероятные Операции Помогают людям Поэтому Здесь скорее Я на них Равняться Должен сейчас Ну Не могу Не попробовать Задать И вопрос Несколько Такого Меркантильного Плана Часто Приходится Слышать Жалобы На Недостаточное Финансирование Именно Людей Твоей Профессии Хватает денег Мне? Как молодому Человеку Да У меня нету Своей семьи Детей Жены И мне Вполне Хватает Ясно Ну а Не Не смотрят ли Твои коллеги На Твои вот такие Вот отлучки Ну Как Не то чтобы так Я бы не сказал Не сходить Нет Нет А Ну сначала Ладно Пускай поездят А потом Вот если Вот так будет Продолжаться Форум За форумом А работать Ты когда В конце концов Не боишься Что так Рано или поздно Тебе Такой вопрос Поставят Вот когда поставят Такой вопрос Тогда будем Выкручиваться Решать Живем по классической Фиме Будем воспринимать Неприятности По мере Поступления Ну что Антон Я почувствовал Самое главное То Чего Сейчас Очень многим Не хватает Это Неравнодушие Вот На мой взгляд Это Это великолепная Черта Я благодарю тебя За то что Ты к нам пришел И вообще Дорогие друзья Я тут Когда слушал Антона Да Вот я вспомнил Что есть такое Непреложное Правило Медицинское Если Ты Врач Пришел к больному И встретился С больным И после этого Больному Не стало Лучше Гораздо То ты плохой врач Я думаю Антон Тебе этого не грозит Спасибо Спасибо тебе У нас в гостях Был Доброволец Волонтер России 2018 Года Врач Нейрохирург Нашей Брянской Первой Городской Больницы Антон Коротченко Успехов тебе Редактор субтитров А.Семкин